Дверью ошиблась, что ли? Я пришла с тобой серьезно поговорить. Что-то новенькое. Ты не ерничай. Я обеспокоенная жена твоего подчиненного и пришла к тебе с официальным визитом жаловаться. Ну давай, жалуйся. Стас, ты мне это прекрати, Антошина, на эти свои секретные задания отправлять. Он тебе что, мальчик на побегушках? У него, между прочим, семья. Сегодня Новый год, у тебя вообще ничего святого нет? Антошина, ты что, очумела, что ли? Ты вообще о чем говоришь? Ой, ну что дурачком-то прикидываться? Ну я же не прикидываюсь. Ну кому-то и не надо. Верни мне Антошина! Я не брал этого Антошина. Я тебе не верю. Верю, не верю. Твои проблемы. Дверь вон там. Это ж надо было в такую влюбиться. Чканутая. Ну, как дела? Помаленьку. Повышаться не думаешь? Ну так, двигаюсь в этом направлении. Хорошо. Тогда к делу. Товар будут вывозить в среду. С айболитами мы уже договорились. Только, Максим, это надо постараться все сделать без шума. Ладно? Чувак. Проблема-то как раз заключается в том, что безумно это сделать нельзя. Там же больница, склад при больнице, много людей тусуется. Обязательно кто-то ментам взякнет. От меня это что требуется? Ну, надо эти звоночки как-то утрясти. Нам лишняя шумиха не нужна. Дело-то щекотливое. Сложно это. Это все через земину идет. А с ним можно как-то договориться? В общем, мы пока не работаем. По стороне еще. Бери руки, говорю. Ага, вот вы и попались. Это что такое? Я думал, тебе можно доверять. Спокойно, Максим. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Это Зимина Ирина Сергеевна, моя начальница. Проходите. Спокойно. Подполковник Зимина, начальник УВД Пятницкий. Ирина Сергеевна. Присаживайтесь. Не подыграешь пристрелят. Это мой друг Максим. Я вам про него рассказываю. Вы начальница отдела? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А я думал, вы значительно старше. Мне 36. Да. А на лицо не обращайте внимания. Я просто на днях сделаю легкую пластику. Чуть-чуть носик подправила и морщинки кое-где убрала. Потрясающе. Ничего не скажешь. А Стас-то не говорил, что вы подойдете. Ну, я же намекал, что без Ирины Сергеевны это дело не решить. Мы не очень вас отвлекли в праздничный день. Да ничего, ничего. Я как раз собиралась прогуляться. А, ну, Стас ввел у вас в курс дела? Да, он ввел. В смысле, в курс дела. Ну, как вам? Вы знаете, я думаю, у вас хорошее дело. Правильное. Правильное. Ну, правильное. В смысле, правильно все спланировано. Я люблю, когда все спланировано. Грамотно и правильно. Да, у меня же должность такая, понимаете? Я люблю, чтобы все было правильно и грамотно. Ирина Сергеевна, очень понимающий человек. Мирозонка Зимина, я вот всю жизнь живу в этом районе. И так как вот, как при вас, никогда спокойно не было. Все как-то устаканилось, люди по понятиям стали жить. И очень-очень мне вот любезно сердцу было, как вы расправились. С этими поджигателями заезжими. А, поджигатели. Знаете, я не люблю, когда у нас на районе поджигают. Не люблю. Мне позвонил сверху этот генерал. И сказал это дело прекратить. Ну, я собрала наших ребят местных. Агапова, Тарасова, Глухарева. Потом как его на чьи? Агапова. Черенкова. Черенкова. Я собрала всех ребят. И я говорю им, я говорю, ребят, давайте это дело прекращать. Потому что все горит и горит. Горит и горит. Вот. Идите, говорю, возьмите патроны. И всех их пум, 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 пум. У вас замечательное чувство юмора. А можно я вас с ужином угощу? Честно говоря, с утра в животе булькает. Давай как-нибудь комплект. Извинись. Выйди попудрить носик. Угу. Максим, я извиняюсь. Я выйду попудрить носик. Конечно, конечно. Стас, какой кошмар. Ты куда меня втянул? Ты совсем удурел так рваться? А если они тебя вверхнули? Эти люди безмозглов. Я подумала, что это Антошина. Я со спины не разобрала. Так, слушай, мною внимательно. Почему, кажется, повелось, что зимина? Сейчас они захотят обсудить цену сделки. Напишет на лифске цифру 10. Запомнила? Что 10? Тысяч? Рублей? Долларов? Евро? Просто напиши 10, ладно? Чтоб тебе легче было запомнить, это количество пальцев на твоих руках. Если ты дальше по жизни таким же макаром хочешь запоминать число 10, а не 9 или 8. Сделай так, как я говорю, ладно? Чего? Ты поняла. И не ляпай лишнего. Отвечай коротко. Если не знаешь, что сказать, говори, возможно. Я если все пройдет гладко, поделюсь. Стас, погоди. А они за что хотят деньги зиминой заплатить? Какая сделка? Неважно. Товар нам будет возить. Много товара. Да, искус. Я Зимина. Я Зимина, Ирина Сергеевна. Начальник районного отдела милиции. Возможно. А вы как раз вовремя, Ирина Сергеевна. Да, вы знаете, пунктуальность в моем деле это самое главное. Возможно. Итак, давайте с вами, наконец, обсудим действительно самое главное. Сколько вы хотите. Да я только вот это съем и все. Может быть, пирожное? А, в смысле, вы о деньгах. Ну, конечно, я поняла. У вас есть где написать? Да. Да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ги-ги. Много? Я думал, о десяти. М-м, десятка. Десятка – это смешно. Стас, тебе тоже смешно? Да нет, как-то не очень. Ну ладно, договорились. Оно того стоит. А вас не поведет. Значит, договорились. Догадалка не ходи. Давайте отметим наш договор шампанским. Официант, принесите нам шампанского. Три бокала. А я боялся, уважаемая Ирина Сергеевна, что вас немного смутит специфика нашего товара. Нет. Меня ничего не смущает. Прекрасно. Вы же понимаете, что все равно эти лекарства до наших детей не дойдут. Не мы, так другие. Но хоть в продаже они окажутся. Я в туалете пудру оставила. Сейчас вернусь. Мне что-то с желудком. Работа сидячая. Да... Да...